Воспитать и взрастить православного бразильца – это чудо, утверждает отец Франциск. Своим опытом в этом направлении священник делится с прихожанами Спасского храма села Усова. Переводить с португальского на русский помогает матушка Кристина, с которой отца Франциска связывает давняя дружба, как, впрочем, и с настоятелем, отцом Дионисием. Их знакомство произошло несколько лет назад, когда русский священник перешагнул порог Адегитриевского храма в Бразилии. построенного отцом Франциском на собственные средства. Узнав, что мы из московского патриархата, прослезился, сказал, что держал пост уже более 20 дней, читал особые молитвы, прошения ко Господу с просьбой войти в московский патриархат. И наш приход, собственно, в его дом символизировал то, что начинает осуществляться его мечта. Первое, что нам показал отец Франциск в своем небольшом, можно сказать, семейном храме, окруженном такими тропическими растениями, цветами. Он показал нам икону Спасителя, которая обрамлена в киот. Вот на стекле этого киота полностью отпечатался лик от этой иконы. И мы, конечно, были поражены все. Но, во-первых, нас поразило, что это православный храм. И как бы батюшка ждал этой встречи. И встретил нас, как будто мы с ним встречаемся не первый раз. Светлана Ивановна во время своей работы в Бразилии не раз бывала в Адегитриевском храме. Сегодня она приехала в Усово, чтобы встретиться с отцом Франциском. История священника из Бразилии удивительна. Он родился в католической семье, был моряком, примкнул к францисканцам. В 1994 году принял православие. А в 2014 был рукоположенного пресвитера епископом аргентинским и южноамериканским Леонидом. Храм иконы Божьей Матери Адегитрия – единственный храм русской православной церкви в столице Бразилии. Он небольшой. В приходе не только работники дипломатической миссии, но и коренные жители. Именно здесь, в 2016 году, побывал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего визита в Латинскую Америку. Отец Франциск прибыл в Россию вместе со своими прихожанами. Паломники успели посетить Санкт-Петербург, проехались по Золотому кольцу и святым местам Подмосковья. Я хотел показать им настоящую русскую православную церковь с ее красотами и святынями, чтобы люди, вернувшись в Бразилию, могли рассказать об этом. Мы были в Кронштадте и видели Финский залив. Об этом я не мог даже мечтать. Еще одна цель, с которой бразильский священник приехал в Россию – предложение о строительстве монастыря. Друзья отца Франциска готовы пожертвовать русской православной церкви несколько гектаров земли в штате Испириту-Санту, что переводится как «Святой Дух» для возведения православной обители. Единственный нюанс – отсутствие монашеского опыта у бразильцев. По этой причине настоятель Одигитриевского храма просит молитв у русских, чтобы все задуманное с Божьей помощью и стараниями подвижников осуществилось.